Марван Фуат Абдуллах из Ливана на выборах в России впервые. У себя на родине он руководит Департаментом международных отношений Ливанской партии правых. Здесь выступает в роли международного эксперта и уже успел побывать на избирательных участках региона. Отдельное внимание Марван обратил на условия для голосования маломобильных групп населения и организованное видеонаблюдение. Мы увидели у вас пункты, которые предоставляют онлайн-наблюдение. И это очень важно. Ведь вы можете наблюдать и можете реагировать быстро на жалобы или правонарушения. И хочется сказать, что вы можете реагировать как внутри избирательных участков, потому что установлены камеры, но и вне участка, так как есть представители правоохранительных органов. В Самарской области за ходом выборов депутатов в Государственную и Губернскую думы наблюдают представители Италии, Ливана и Мексики. С международными экспертами встретилась уполномоченной по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова. Абсолютно разные системы, разные институты правозащитные, разные законы о выборах. Но тем не менее все беспокоятся о результате. Чтобы выборы прошли организованно, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством той или иной страны. Конечно, воля изъявления человека – это главное, ради чего проводятся эти выборы. По словам омбудсмена, за прошедшие дни голосования значительных нарушений зафиксировано не было. Все три дня выбора в здании аппарата работает Центр независимого общественного наблюдения за выборами. Здесь установлены компьютеры для прямой трансляции сигнала с избирательных участков. Есть возможность не только наблюдать за голосованием в режиме онлайн, но и просматривать сохраненные ранние записи. У нас в регионе есть места, куда может прийти любой желающий и посмотреть ситуацию на любом из 1134 избирательных участков, где у нас есть камеры видеонаблюдения. Это можно сделать как днем, так и ночью и проверить, что избирательные бюллетени все в сохранности. Также в аппарате у полномоченного по правам человека в Самарской области до 19 сентября включительно работает горячая линия выбора 2021. Позвонить на нее может любой желающий с вопросами, связанными с голосованием, а также сообщить о нарушениях, если вдруг они возникнут.